Фондю в лесу. Моя попытка номер два. Ну то есть не два, но два. В общем, в нашей серии сырных блюд у нас особое место занимает фондю. Мы его достаточно часто делаем в каких-то конференциях, поездках, ну где-то вот таких условиях более-менее цивилизованных. Хотя по сути своей фондю швейцарское блюдо из сыра совершенно походное и поэтому давно хотел сделать его в походе. И вот как раз у нас была предыдущая экспедиция в Пушкинских горах и там реально мы попробовали сделать фондю из того, что было. В общем, это был фейл, потому что и мы выбрали вариант фондю на, как бы это правильно сказать, сброженном виноградном соке белого сорта винограда. И это купить такой сброшенный, сброженный сорт винограда было в псковской глубинке достаточно сложно. А во-вторых, сыр, да, мы выбрали те сыры, лучшие, но те, что были там, и они все свернулись, и это был ужас. Это был ад. И было очень жалко выкидывать много сыра. Поэтому если вы берете сделать фондю в лесу, лучше не экономить на сыре, взять те сорта, которые рекомендуют. Выбор может быть достаточно широким, но у нас здесь есть некоторые свое решение, которые мы вам представим. Итак, фондю это блюдо, которое делается на огне. Это блюдо, которое демократичное, его могут использовать сразу много людей. Изначально это был просто какой-то сыр, который растворяли в какой-то основе швейцарские пастухи, макали туда, значит, хлебом и ели. Ну, собственно, ничего сложного нет. В принципе, почти то же самое мы сегодня попытаемся сделать. А вторая история, что варианты могут быть разные. И у нас мы выбрали в этот раз фондю на сливках. То есть, мне кажется, что это будет проще, потому что правильно подобрать сбороженный виноградный сок для этого достаточно сложно. Поэтому мы берем сливки, где-то полтора стакана и где-то 600-650-700 граммов разных сыров. Какие сыры можно брать? Можно брать полутвердые с высокой жирностью и мягкие сыры. А твердые сыры типа пармезана не подходят. Вот, мы взяли Грюер от сыроварни Вартимяги. В прошлый раз Раклет был у них отличный. Швейцарский Эмменталь, и он уже перешел в фазу фондю, в него уже можно макать, потому что у нас тут почти плюс 30. И Бри. Вот, берутся эти три сыра, нарезаются кубиками или натираются, в зависимости от их состояния. И в горячие сливки или какие-то другие основы, это может быть и бульон, это может быть и, как я уже говорил, сбороженный виноградный сок. И добавляются специи для вкуса. Ну, обычно добавляется мускатный орех. Ну, у нас будет смесь перцев, и я думаю, этого будет вполне достаточно. Рецепт, по сути, своей простой, хотя обычно его усложняют как-то и подают как сложный в ресторанах. Я пытался в Питере найти где-то место, где можно поесть нормального фондю, чтобы понять, к какому вкусу стремиться, и фиг не получилось. Мне принесли фондю из ламбера. Это, друзья мои, особое. Оно также свернулось, как из псковского местного сыра. Как обычно, в простых рецептах, где не нужно никаких пояснений, я исчезаю с кадра, и просто ребята из нашего клуба, которые готовят, они покажут, как это блюдо делается, готовится и естся. Потому что процесс поедания фондю – это особая история. Всем приятного аппетита и до встречи в поле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова